Микс Ньюс Да, я в зоопарке уже 30 лет, 13 декабря отметил. А как так? 30 лет назад, 1989 год получается. А что это было? В каком виде? Просто вас-то знают как депутаты, как разного рода. Я сразу стал лектором рыжеского зоопарка, экскурсоводом, лектором. За эти годы, наверное, очень много тысяч детей проводил по зоопарке, не только детей, рассказывая про животных. Ну, за 30 лет, если говорить зоопарк, вы наблюдали его в этой всей перспективе. Как он изменился? Что изменилось? Ну, очень много чего изменилось. Ну, и в лучшую, в худшую хотелось бы, наверное, услышать. Ну, вообще-то, я считаю, что в лучшую сторону. Просто в конце 80-х животных было больше, но они жили в много-намного худших условиях. И сейчас, конечно, в Европе, тем более, в Европе очень сурово относятся к зверинцам, в которых не выполняется требование по содержанию животных. Ну, там, где сейчас проживает пара львов, ну, там, я помню, там жила группа львов, отдельный там вольер был отделен, жил леопард, еще черная пантера. Ну, то есть там были четыре клетки вместо теперешней одной. Но это и показывает то направление, на котором зоопарк находится сейчас. Ну, как бы эти 30 лет, они, в принципе, в глобальном смысле ознаменовались таким прорывом технологий. Для зоопарка технологический прогресс в какой-то степени важен? Да, ну, во-первых, не только технологический прогресс как таков, но, конечно, прогресс коммуникации. Сейчас мы, ну, в единой системе информации европейских зоопарков. Ну, сейчас мы члены Европейской ассоциации зоопарков. Ну, мы знаем все о других зоопарках, какие животные у них родились, какие там лишние, каких они хочут приобрести. Ну, то же самое и о нас знают. То есть, обмен информацией о, ну, обеспечении условий в содержании животных, о кормлении и так далее, это все очень легко, доступно. И мы этим и с удовольствием пользуемся. А вам известно, сколько в Европе вообще на сегодняшний день зоопарков? Ну, я... Ну, или хотя бы по столице можете брать? Ну, я так не помню. Так вы скажете? Ну, очень много, но если посмотреть, то Польша, Чехия, Германия, ну, в этом государстве очень много зоопарков. Ну, в принципе, правильно я понимаю, что содержание зоопарка и вообще наличие зоопарка в городе, это скорее роскошь? То есть, это такой показатель все-таки? Ну, в какой-то мере, да. Но так же, как роскошь в какой-то мере содержания дома, ну, скажем, собаки или кошки. Ну, и каждый по своим возможностям и пытается содержать и покупать эту кошку или собаку. Ну, если у тебя есть, там, дорогой особняк, дорогая машина, ну, ну, чаще всего люди приобретают и достаточно дорогую собаку, ну, которая требует, ну... Ухода. Ухода и денег и так далее, и так далее. Ну, то же самое, как Рига. Если Рига считает себя, ну, скажем так, состоятельным городом, то рижский зоопарк тоже должен быть ухоженным и достаточно, ну, репрезентабельным, поскольку в Ригу приезжает очень много гостей, много туристов. И, ну, скажем, летом где-то половина посетителей зоопарка – это туристы. Но Рига тянет, если так можно выразиться, зоопарк в данный момент? Ну, на данный момент в этом регионе, да, конечно. Ну, мы никогда не будем, ну, такими, ну, огромными и зрелищными, как южные зоопарки, в содержании которых не надо вкладывать много денег на отопление, на строительство. Очень капитальных зданий с большим, ну, скажем, с большой нагрузкой на энергоэффективность, да, ну, скажем, в той же самой Германии, в Чехии, там те же самые жирафы весь год выходят на улицу, и там не надо строить такой огромный дорогой дом, как у нас в рижском зоопарке. То есть, мы все-таки очень северный зоопарк. Ну, да, северная Европа. Но в прошлом году вы просили Рижскую думу, насколько я помню, увеличить дотации для зоопарка. В том числе это с энергозатратами было связано. Да, но это больше было связано с тем, что все-таки строительство, строительство африканской саванны, и с этим связанные расходы, они были достаточно большие. Увеличили вам дотации? Да, да. Существенно? Нет, не существенно, но достаточно. Ага, то есть, ну, сейчас вы не... Ну, я никогда не буду говорить, что у зоопарка денег достаточно, потому что я знаю, какой я хочу видеть зоопарк через 15-20 лет, да, и без больших капиталовложений. Ну, ту мою мечту осуществить очень трудно, да. Ну, раскроете свою мечту тогда. Ну, очень много таких зданий, которыми мы не гордимся. Ну, тот же самый старый слоновник, да, который построен в начале 20-го века, да. Но его можно перестроить для, скажем, тех самых гиббонов, больших обезьян, да. Ну, тот же самый медвежатник на данный момент, он для медведей не пригоден и не будет пригоден. Но перестроить вот эти, ну, вольеры медведей, перестроить хорошие вольеры для японских макак, для красных панд, это абсолютно реально. Ну, это... То есть, в первую очередь, это реконструкция имеет в виду? Ну, конечно. Или вы про это расширение тоже не считаете? Нет, расширение невозможно, да, потому что зоопарк, ну, он ужат между большой аллеей межопарка и жилыми домами, да. Да, зоопарк такой, какой он есть, да, по размеру. Единственное, мы можем строить искусственные острова в Кишозере, да. Но это, конечно, делать не будем, да. Кстати, интересная идея. Да, но так, конечно, есть много вот таких уже устаревших экспозиций. Ну, тем более, если зайти в зоопарк, сразу уже вы наткнетесь на вольер фламинго, там, где жили фламинго. Ну, этот вольер тоже, ну, эксплуатировать таким, какой он есть, мы не можем, потому что, ну, лисы, лисы, лисы атакуют и нападают на фламинго, да. Про лисы тоже, кстати, поговорим. А фламинго, я вот слышал, что по сравнению с там, с десятилетней давностью их намного-намного меньше стало. Сколько вообще сейчас? Ну, сейчас пять. Пять всего? Да, было больше тридцати. Я в своем детстве помню, да, десятки. И в одну ночь лиса сделала свою кровавую работу. Это лиса? Да. Но это какой-то, как сказать, беспрецедентный случай? Это ведь не сезонная история, это внезапно как-то... Ну, это, в какой-то мере, это, да, было внезапно, да, поскольку... Ну, случилось какое-то объяснение? Ну, были случаи, когда там мы теряли птиц, но, во-первых, не в таком количестве и не в этом месте, которое находится, ну, сразу у конторы, где вроде бы светло. Но это осенний период, когда лисы обучают своих, ну, свой молодняк в охоте. Ну, тогда они любят, любят просто потренироваться, потренировать своих малышей, ну, уже не малышей, подростков, да, ну... То есть, одним утром просто работники зоопарка обнаружили вот кучу трупов, простите, да, фламинго? Да, так оно было. И мы слышали, да, просто я тоже об этом хотел, там, коротко поговорить, что и на улицах города тоже появлялись новости, что и коты там страдали. А что это за нашествие лис такое? Ну, это, во-первых, это перенаселение вообще-то Латвии лисами. Ну, когда-то в советское время, ну, шкура лисы, она стоила, ну, достаточно солидные деньги, и охотники были заинтересованы охотиться на лис, их ловить всеми возможными способами. Ну, во-вторых, ну, сейчас разбрасывает по лесам, полям специальные вакцины от бешенства, да, то есть лисы не умирают от этой болезни. Эта болезнь уже в Латвии не существует, да, ну, это все повышает количество лис, но если у них не хватает места на полях, ну, в лесах, то они ищут новые территории, которые обжить. Так что надо охотников привлекать, что ли? Наверное. Как выйти? Ну, это похоже, как с бобрами, да, ну, бобрер тоже в канал. Вот я хотел сказать, у нас волны, получается, были бобры, потом были дикие кабаны, один сезон, помню, они по юбле гуляли. Ну, да, кабанов уже нету, поскольку все-таки это, ну, свиная чума, да. Да, это в том числе, да, африканская чума, да. Ну, она там очень количество понизила и сразу появилась свободная территория, в которых кабан может жить лучше, чем в Риге, да, но их просто сейчас в Риге нету, да. Но лисы, они есть в многих городах, очень многих городах Европы, это там считается достаточно нормальным явлением, и зоопарки в том числе борются против них. Ну, конечно, у нас таких способов борьбы с лисами нету, ну, не будем устраивать охоту в межопарке, да, это по отстрелу лис. Сафари. Да, ну, это, конечно, нам очень уменьшает возможности показывать публике качественно, ну, разновидность птиц, поскольку, если это птица в зоопарке, она должна быть под решеткой, под сеткой, ну, или, ну, тогда разрешать птицам делать то, что делают павлины. Павлины гуляют по всему зоопарку и вечером залетают на верхушке сосен, там, где их не достать. Ну, да. Ну, в общем, фламинго осталось всего пять. Да. И то. А вообще есть ли предположения, вот были бобры, кабаны, лисы, есть ли предположения, какие еще животные могли бы наводнить окрестности или сам город при каких-то благоприятных стечениях обстоятельств для них? Ну, я так сразу назвать не могу, но есть, скажем, в Румынии есть города, в которых очень-очень надо считаться с тем, что медведи лазят по свалкам, по мусоркам. Но это вам далеко еще. Хотя в Эстонии на границе там, мы помним. Ну, медведи, конечно, в Латвии тоже водятся, но она вряд ли пойдет в города, да. Ну, те же самые янтовидные собаки, норки. Ну, сейчас в Риге очень много куниц, ну, а белок становится очень мало. Почему? Ну, потому что, во-первых, много куниц, а во-вторых, молодняк-белок, когда выходит из гнезда или из дупла, атакуется воронами. Они просто разбиваются с дерева, ну, и потом убивают. Так что ворон очень много, и это сокращает количество тех же самых белок. Сейчас зима, вот, насколько я понимаю, это нельзя... Да, вы думаете, да. Это тоже забавное замечание. Это, кстати... Вы, кстати, в зоопарке, наверное, это очень хорошо чувствуете. Ну, великолепно, во-первых, поменьше надо платить за газоэлектричество. Это мы все чувствуем. А во-вторых, ну, я считаю так, что катков нету. Лыжные, все горы, они все не лыжные. Ну, и везде искусственный снег там. Да, ну, это одна, в одном месте. Ну, а куда человеку деться? Ну, в субботу, воскресенье приходите в зоопарк. Все дороги ведут туда. Да, ну, вот как, кстати, раз уж и упомянули, вот такая зима тоже рекордная, кстати, она может стать по теплу. А помимо, если не брать экономическую составляющую, а больше вот именно с точки зрения животных, это позитивно для вас? В большой мере, да, потому что... Может, у нас пять человек падает, я не знаю. Ну, большая часть животных все-таки в рыжеском зоопарке тропический. Ну, те же самые зебры, ну, им, конечно, очень сейчас удобно, они каждый день выходят под открытым небом, дышат свежим воздухом, больше, конечно, гуляют, да. Не то, что если они жили хоть в новом, но все-таки в саванном этом здании, да. Ну, то же самое обезьяны, ну, обезьяны-гусары, им, естественно, хочется посмотреть на небо, поглядеть на посетителей, ну, а так бы они сидели бы, ну... Ну, в домике, ну, сейчас они греются на солнышко, когда есть солнышко, ну, когда, конечно, есть осадки, тогда они не выходят на улицу, а так, ну... Ну, очень теплая зима, это плюс. Конечно, легенда, что белый медведь, что ему очень нравится, там, минус 30 градусов. То, что он это может перетерпеть лучше, чем другие, это факт. Но белый медведь тоже, он чувствует себя очень удобно, ну, 15 градусов выше нуля, это самая, наверное, комфортная температура для него, а не там минус 30. Белый медведь, я так понимаю, у нас ветеран. Да, последний, я так думаю... Сколько, 30 лет ему? Да, ему... Столько же, сколько вы в зоопарке? Ему, да. Вы его помните совсем, да, юным? Я его помню, вот как его привозили, привозили из России, да, бог там вспомнить, по-моему, из Казани. Из Казани привозили тогда 6 мужиков, тащили ящик, и я еще на видеокамере снимал, это в 91-м году было. А, в 91-м? У меня первая видеокамера тогда была из Японии. Ага. Что, ну, он в прошлом году отпраздновал, ну, насколько отпраздновал 30-летие, но это для медведев уже суровый, суровый возраст, и мы буквально, ну, скажем так, ждем, ну, с месяца на месяц, да, что он может уйти. Ну, вот, может быть, вы эти кадры как раз опубликуете, когда это случится? Может быть, да. Свои японские видеокамеры? У меня есть, да. А, ну, правильно я понимаю, с медведем такая история, что вот этот вольер, в котором он находится, по-моему, вы об этом даже как-то упоминали, что вполне возможно, что вы не сможете получить нового белого медведя, ну, там, и нового другого. Это не может быть, это факт. Из-за условий. В таких условиях медведей вообще не держат, да. Это когда в 1982 году открылся, ну, этот новый комплекс, да, там, медвежатника. Ну, тогда, конечно, мнение о том, как содержать медведя, очень отличилось от того, как сегодня. Медведь должен жить на натуральном грунте, он должен копать себе яму там, где ему нравится, да, он должен найти себе место хорошее для, ну, где тень, он должен найти место, где греться на солнышке. Он просто должен жить на нормальной земле. Ну, а медведь, он очень трудолюбивый, и чтобы обеспечить нормальную землю под ногами, да, ну, это должна быть территория вот приблизительно такая же, как у тигров. А я не вижу даже в Рижском зоопарке свободной территории, подобии, ну, по требованиям, ну, площади, да, где вообще-то и построить. Это европейские требования, в первую очередь. Ну, это чисто человеческие требования. Ну, я говорю, зоопарк может существовать, это мое мнение, да, только в таком случае, если может обеспечить животным, ну, им удобные условия. Но не будет никогда в нормальном зоопарке Европы вот такие клетки, в которых животное там может три шага туда, три обратно. Ну, то есть, с медведем просто ситуация такая, что по факту вы понимаете и видите, что медведь в неподобающих условиях, но сделать с этим ничего не можете. Ну, да, в данном случае. И увезти в какой-то другой зоопарк, ну, знаете, если это уже, ну, такой абсолютно белый пенсионер, ну, то он, естественно, дорогу не принесет. Это, его надо усыплять, но это уже медицинские процедуры, которые для него могут быть абсолютно смертельные. И, как я всегда говорю, что старое дерево не пересаживает. Ну, те медведи, которые жили в юридическом зоопарке, они дожили очень, ну, до серьезного возраста. Бурые, да? Да, бурые. Они умерли тоже больше 30 лет, но они от старости, скажем так, скончались. И просто мы новых не ищем, потому что никто нам их не даст. Это, во-первых, и, во-вторых, мы не можем, ну, им обеспечивать нормальную жизнь. А что будет, ну, вот, когда уйдет все-таки медведь? Ну, я уже говорил, ну, для одного в вольерах медвежатники, там у нас уже проектик абсолютно готов. И в конце этого года, ну, осень этого года, там должны жить малые панды, красные панды. Для них это будет нормальная история? Да, да, да. Ну, они по размерам-то какие, да, по сравнению. И там нам тоже помогают магазины Максима, тоже уже пожертвовали достаточно. Ну, удобная для нас сумма, и там уже проект готов, как там будет выглядеть. Небольшой перерыв, сейчас никуда не уходите. Игмар Лидок у нас в гостях, через минуту продолжим. Продолжается разворот, Игмар Лидок у нас сегодня в гостях, глава Рижского зоопарка, и про него, про Рижский зоопарк мы и говорим. В прошлом году было очень много анонсов, таких вот нововведений, новинок в зоопарке. И главная новость, это, конечно, африканская саванна, да? То есть, животные, которые экзотические, любящие тепло. Ну, да, и построены там три здания, да, в которых они живут. Одно здание, в котором сейчас проживают зебры и два вида антилоп, но, по соседству, там рядом другое здание, это обезьянник, в котором уже сейчас гуляет пять обезьян-джелад, которые, ну, таких больших не было в Рижском зоопарке, они такие достаточно серьезные по размерам и по поведению. Ну, и третье здание для птиц и маленьких антилоп, пуду, то есть дик-диков, да, но это три здания. Ну, в принципе, проект, реализацию проекта вы как оцениваете? Успешно? Это серьезное крупное приобретение зоопарка? Да, конечно, я на это все очень позитивно смотрю, но я так, ну, подвести итог смогу только следующим летом, да, когда будет этот комплекс объединен с жирафником, и когда, ну, зебры, антилопы познакомятся совсем близко с жирафами, посмотрим, как они вместе, может там ужиться в этой территории, ну, когда, ну, это можем мы делать только, когда будет уже достаточно тепло, чтобы эти животные могли весь день жить, ну, под открытым небом. На данный момент жирафы в своем доме, рядом живут, и, ну, надеюсь, что закончится это ознакомление, окончится успешно. Но, в принципе, такие животные никак и не ладят друг с другом? Ну... Или бывают всякие инциденции тоже? Ну, скажем так, ну, зебры с антилопами ужились неожиданно легко. Я был очень озабочен поведением зебр, поскольку самец зебр достаточно такой, ну, достаточно ревностно относится к другим животным. Но он как-то увидел больших антилоп, понял, что рог у них, рога у антилопы есть, а у него нету, ну, наверное, посмотрел, подумал, что лучше там не связываться. А помните, какие-то несколько лет назад в России была история про дружбу тигра и козла Амур и Тимур? Ну... Следили за этой историей? Нет, я не следил за этой историей, я следил за историей, как рос в Рижском зоопарке тигренок вместе с собакой. И тигренок вырос уже, не знаю, ну, 5-6 раз больше, чем собака. Ну, и они очень хорошо играли, сладили, когда забрали все-таки собаку домой. Люди, они говорят, там еще до сих пор собака играется, как кошка. Когда, ну, с ней начинаешь играть, собака тоже сразу бросается, ну, на спину и пытается лапами отбиться от, скажем, своего партнера. Собака и тигра, насколько я понимаю, они все-таки более-менее... Ну, тигр полноценный хищник, собака тоже хищник. Ну, я понимаю, на что вы тянете. А в данном случае, да, просто было обсуждение с той точки зрения, насколько это... То есть, это, конечно, мило и трогательно, это 100%, но многие вот люди, ну, зоологи в том числе, говорили, что это не очень нормально, в принципе, что тигр не охотится, нет инстинкта, и вот о чем это вообще говорит? Да, ну, это, естественно, такая проблема в зоопарках существует, это поддержание инстинкта. Но инстинкт никуда не пропадает, его все-таки воспитывают тоже. Но если этот тигр имеет совсем другое представление о том, как выглядит мясо, то он просто этого козла не воспринимает, как мясо. Но инстинкт, подождите, он ведь как раз-таки на уровне каком-то генетическом боли, насколько я понимаю. Ну, если его с молодого возраста начали бы, скажем, кормить кроликами, живым кормом, да, ну, то такого соседства-то навряд ли бы. Навряд ли оно было, да? Да, ясно. Так, видел у нас звонок, перезвоните, пожалуйста, 672-12-93-9, 672-13-93-9, мы будем ждать. Да, пока продолжим с вами разговор. Помимо африканской саванны еще идет разговор об открытии образовательного центра, насколько я понимаю, для детей. Сейчас не идет речь об открытии. Сейчас только что закончился конкурс на строительство, но я рад, что объявилось 7 претендентов. Сейчас мы готовим на заключение договор о строительстве, но по всему плану 21-й год, ноябрь, когда учебный центр должен открыться. А что это будет за центр? Он подразумевает какой-то там интерактив, непосредственный контакт детей, например, с животными? Ну, контакт с животными… Ну, такой, понятно, что не прямой. Да, там и самый прямой, поскольку в этом учебном центре будут постоянно жить и животные. В специальных экспозициях это, конечно, небольшие животные, ну, типа крысы, таракана, ну, ящерица и лягушек, да, которых можно во время занятий все-таки вынимать из этих экспозиций и уже детям определенно дать, подержать в руках. Ну, это там предусматривается 4 учебных класса для разных возрастных групп. Конференц-зал, зал небольшой, и, ну, скажем так, холля, как выставочный зал. И при необходимости трансформированы стены. Ну, стены трансформируются, и, ну, получается, большой конференц-зал для 150 человек. И еще интересное там решение, что у учебных классов, скажем, окна есть, но их и нету, да. То есть окна – это экспозиции обезьянок, которые просматриваются и снаружи. То есть там экономия тепла и пространства, да, то есть люди-проспосатитель сможет снаружи посмотреть на обезьян, а дети – изнутри на обезьян. Ну, и достаточно много света тоже пройдет через эти экспозиции, то бишь окна. Но вообще количество экземпляров животных в Визитском зоопарке, оно сокращается с годами, насколько я понимаю, уменьшается? Так сказать, было бы неправильно, количество животных увеличивается, но сокращается количество больших животных. Ну, то есть наша территория не позволяет содержать здесь стадами, я не знаю, бизонов, зубров, ну, множество оленей, да, для содержания которых требуются большие территории. Их просто уже нету, да. Если кто помнит, был у нас когда-то один зубр, ну, один бизон. Но, во-первых, этих животных не содержат поодиночке или даже не в паре, да. Это уже должна быть группа, чтобы они комфортабельно себя чувствовали. Но я не вижу такой территории в Рижском зоопарке, где, ну, построить достаточный загон для, ну, тех же самых зубров. То есть Рижский зоопарк больше в последнее время, последние, ну, скажем, 20 лет, ну, скажем так, направляет свое внимание на небольших животных, для которых мы можем обеспечить хорошие условия. У нас уникальная для Европы коллекция земноводных, разных тропических лягушек и так далее. Ну, очень-очень полноценная коллекция насекомых, которым мы тоже очень гордимся в тропическом доме, большая экспозиция. Но на экспонировании таких насекомых нет необходимости большой территории, но там очень надо подработать на размножении, поскольку те же самые насекомые, они живут очень короткой жизнью. И ты перед тем, как делать экспозиции, ты должен раскусить все нюансы размножения, чтобы все время пополнилось, пополнилось, да, там одни умирают, другие уже идет вслед, да. Ну, так же вот, ну, сейчас идет реконструкция террариума. Это, опять-таки, небольшое здание, а в нем достаточно много животных. Но при этом интерес туристов, мне кажется, все-таки, ну и посетителей в целом, он, конечно, больше направлен на крупных животных все-таки, чем на насекомых. Ну, для детей, я думаю, посмотреть на... Нет, ну, я даже как-то тоже думал когда-то так, но сейчас я как-то усомневался. Ну, я посмотрел, как ведет себя посетитель. Ну, посетители, обращая внимание на верблюда, ну, приблизительно, ну, минуту-две, а в тропическом доме, где муравьи и листорезы, больше. Да? Да. Потому что верблюд, он очень часто, он просто или жует что-то, стоит и жует, или спит. Тот же самый тигр тоже. Я думаю, лидер – это обезьян, наверное, да? Он как нормальный, да. Если у обезьян малыши, это уже... Вот это уже внимание. Ну, потому я очень хотел бы, чтобы старый слоновник превратился в обезьянник. А количество посетителей, если о них говорить, уменьшается? Стабильно. Нет такого, что за годами... Стабильно. Я так понимаю, что просто за годами уменьшаются все-таки. Были периоды, когда количество посетителей было очень большое по сравнению с теперешним. Но это было, когда 10 лет тому назад открыли жирафник. Ну, конечно, люди приходили смотреть на жираф. Этот год был такой, ну, очень-очень хороший в финансовом плане. Сейчас 19-й год, 18-й год, но в 19-м на 700 посетителей меньше. Ну, по сравнению с позапрошлым годом, то же самое. То есть, достаточно стабильная посещаемость, и мы же очень, ну, зависим от погодных условий. Ну, если июль очень жаркий, люди едут к морю, не в зоопарк. Ну, кто будет там, я не знаю, там... То есть, в ваших интересах лето более... Наш интерес, да, чтобы в море не купаться, ну, чтобы зимой на лыжах не кататься. Это наш интерес, да. А вообще, Евросоюз диктует жесткие правила в отношении зоопарка. Я так понимаю, что летом зоопарк получил аккредитацию европейскую, да? Получал в апреле. А, в весне, да, да. Да. Насколько вот они усложняют вам жизнь? Я уже... Сейчас я повторюсь, но не усложняет нам жизнь, а заботится о благосостоянии животных. Безусловно. Ну, я... Условно говоря, осложняет, конечно, в кавычках. Ну, я не вижу никаких осложнений, но... Просто иногда Евросоюз выдвигает такие правила, которые нам, например, с какой-то финансовой точки зрения тяжело выполнить. Ну, конечно, человек учиться без экзаменов не может. Ну, просто он не будет учиться. Ну, и таких нарушений у нас особых нету. Да, ну, конечно, это и мое мнение, что зоопарки должны, во-первых, заниматься образовательной работой, во-вторых, заниматься сохранением разнообразия, видового разнообразия в мире, да, то есть программ размножения уже под угрозой находящейся видов, да, чем мы и занимаемся. Да, но если мы бы больше давили на то, что это развлекуха, да, ну, там, шоу, там, разрешили бы, там, публике, там, кормить этих животных, тискать и так далее, и так далее, естественно, то нам достаточно сурово бы указали, что зоопарк, если он хочет быть в ассоциации зоопарков Европы, этим заниматься в таком уровне не должен, да. Наши приоритеты, они всегда и были такими, да, то есть нам ничего не пришлось менять в этом. А вообще мировые тенденции сейчас таковы, что очень много разговоров о защите животных в Латвии, в том числе вот цирк, защитники, можно сказать, отвоевали, больше там животных не будет. Вы ощущаете как-то это на себе, вот именно настроение в обществе, что всё-таки животных стараются как-то освободить в широком смысле слова? Касается ли это зоопарка тоже? Да, это, естественно, может уменьшить посвящаемость, поскольку многие говорят, я туда не пойду, своих детей туда не поведу, не хочу смотреть, как эти животные там мучаются. Но только на мультики и фильмы, ну, воспитать нормального, разумного человека, да, ну, очень трудно. Ну, то же самое, как, ну, через компьютерные игры ты дрова колоть никого не научишь. Ты там сиди с этой мышкой в руках, да, ну, не научишься. Как бы сказали сейчас защитники, с дровами речь не идёт об одушевлённых и живых существах, а здесь идёт, вот в этом и принципиальная разница. Да, потому я очень много говорю о сути зоопарка, да, о наших целях, и они в большой мере абсолютно гуманны. Потому что есть всё-таки множество видов животных, которые остались только в зоопарках. Да, и та образовательная работа... А в Риге-то, например, какие? Ну, вот если рижский врать зоопарк, какие это виды? Ну, у нас, скажем, есть и глиамежи, ну, вот выпало из... Вот это вот я тоже, не знаю, но... Ну, не слизни, ну да, но слизни, которые, скажем, жили только на пару островов, но они сохранились только в зоопарках. Это тоже один вид слизни. То же самое у нас есть и жуки, которые тоже уже исчезли в природе. То же самое, ну, стандартная ситуация лошадь Прижевальского. Ну, тоже, тоже. Они живут только в зоопарках и в каких-то питомниках. Сейчас вообще, ну, как я уже сказал, конечно, про экологию, про изменение климата, очень много разговоров. Вот Грета Тумберг, этот феномен, в прошлом году, она даже Человеком года была признана по версии журнала Time. Но сейчас, конечно, главная тема – это ужасные пожары в Австралии. И животные там тоже не в последнюю очередь упоминаются, потому что уже, ну, страшно сказать, миллиард животных погибли в этом пожаре. И многие специалисты бьют тревогу в том, что как-то все может быть восполнено природой, непонятно. Что вы думаете по этому поводу? Ну, знаете, основная часть вымерших животных, ну, скажем, последние 200 лет, в основном виды вымирают не потому, что их сжигают, стреляют, ловят. В основном виды животных вымирают потому, что у них отнимают в среду обитания. И эти пожары там… Но отбирает природа или человек? Я не знаток австралийской природы настолько, чтобы там судить, какие будут последствия. Но, видите, если выжигать этот лес, и он умирает, то есть лес умирает, тогда это абсолютная трагедия. Просто негде жить будет этим животным. Но я боюсь, что все-таки леса Австралии, они отличаются от наших лесов. И этот лес не погибнет. То есть эколипты – это деревья, которые, так же, как наши сосны, они в какой-то мере могут себя предохранять от пожаров. То есть если эколипты останутся живы, я думаю, что да, тогда и коалы, и кенгуру… Они могут мигрировать? Они придут. Если будет жизнь, ну, следа обитания, то животное вернется. Но если еще посмотреть на Австралию, то в Австралии таких, ну, хищников больших вообще-то и нет. У кенгуру и у коал единственный враг – это или человек, или погодные условия, или пожары. То есть эти животные могут вернуться очень быстро, потому что у них нет врагов. Но опять-таки самое большое опасение – то, что вот такие огромные пожары будут очень регулярно. То есть каждый год. Но такого масштаба, конечно, мы давно не помним. Да, да. Вот в том-то и дело, что это не помнят давно. Но и, конечно, изменение климата, они ведут на то, что вот такие объемные пожары может быть очень часто. И тогда, естественно, эта природа не выдержит. И животные тоже это не выдержат. Они просто не смогут вернуться. Ну, говорят, что погибло где-то 30% популяции коал. Знаете, в Латвии бывают случаи, когда после суровых зим с глубоким снегом, с настом, погибают 60% и более косуль. И это никто трагедии не считает. Так что самое главное… Они восстанавливаются потом. Да, да, достаточно быстро. И потому я очень хотел бы понять, вот как эти пожары, насколько они влияют именно на следу обитания животных. Там даже… Я сам был в Новой Гвинеи, где вот, ну, очень близко к Австралии. Но там тоже есть леса, эквалиптовые леса. И там почти каждый год все-таки идут пожары. Они нужны там, потому что очень сухой климат. Он обеспечивает то, что старая трава, листья, они просто не перегнивают. Ну, очищение. Да, прошел пожар, старая трава вся превратилась в пепел. И сразу уже пошла в оборот растений. Ну, не в таких масштабах, как сейчас, конечно. Да, да. Про, кстати говоря, когда вы говорили, про улиток вы говорили. Да, про улитки. То, что слизни, но не слизни, да, но если быть точным, улитки. Я хотел спросить такую еще вещь. Вот в 2018 году была резонансная история, когда от перекармливания со стороны посетителей умер олененок. Помните, да? Вот, ну, этой истории вообще за это время как-то изменилась ситуация? Посетители поумнели, изменили свои привычки? Посетители умнеют с каждым годом, потому что наш человек, он уже побывает и в других зоопарках. И видит, что там тоже запрет на кормление. И, ну, это воспринимается тогда уже так позитивнее. А то уже думает, что вот в рийском зоопарке дураки запрещают кормить животных. Но если смотреть, что и в Праге, и в Варшаве, и в Берлине, и здесь же в Скансенском зоопарке, это везде запрещено. Ну, то уже воспринимают это как-то, ну, так само собой понятно. Так как мы сейчас тоже боремся, даже больше боремся, не против этого кормления, но боремся против того, чтобы люди по зоопарку перемещались на каких-то, ну, скрейрый теннис. Этот, ну, как самокат? Да, на самокатах, на велосипедах маленьких, ну, люди приходят в зоопарк с детьми, которые сидят на самокате или сидят на велосипеде. Но мы не запускаем с велосипедом во внутрь, потому что у нас очень все-таки рельеф выраженный, да, даже самая козья горка. Ну, я сам ловил этих детей, которые без тормозов сверху вот там спускаются, и они могут там врезаться в эту решетку, там напротив, только так, тот же самый тропический дом. Он же весь под наклоном, да, на самокате там уже не только разбиться можно, но там еще прилететь через бордюр к крокодилу. Ну, мы не запускаем, люди не понимают, ругаются, вот что. Мы же, я же своего ребенка присмотрю, ну, не присмотришь, ну, поглядешь там на верблюда, а ребенок уже на велосипеде куда-то врезался, да. Крокодила. Тоже после Нового года была как минимум одна такая история, что, ну, вот эти елочные базарчики по всей Риге, они в районах тоже расположены. И, ну, была новость конкретно про Пурцемске, которые предприниматели после Нового года уехали и остались елки стоять. Нет, неправда. Предприниматели просто не смогли, ну, в очень коротком темпе его все убрать. Они, во-первых, убрали. Ну, факт тот, что он стоял, и там эти ворота были открыты, и жители. Нет, факт тот, что те же самые предприниматели, которые этих елочек вырастили, они их привезли в зоопарк. Вот я и хотел спросить. Так же, как в прошлом году те же самые предприниматели, так же, как позапрошлом году. То есть была договоренность, что они вот то, что там качественно и то, что там останется, прибудут в зоопарк. Нет, на Пурцемске там действительно осталось что-то стоять. Там просто ходили люди и что-то брали себе, кто-то, кто хотел. И я хотел спросить, да, идут ли они вам, потому что некоторые животные заинтересованы. Но только мы очень тщательно смотрим на то, на происхождение этих елочек. Я знаю, что датские предприниматели своих елок всегда очень обрызгивают какими-то химикатами, да, против насекомых. И для того, чтобы они, ну, не сбрасывали быстро хвою, ну, естественно, химически обработанной елки в зоопарк не прибудет. Мы просто их не примем. Если эта елочка была уже в комнате, уже где-то обсыпана каким-то, я не знаю, там, украшением, да, естественно, такая елочка через наши ворота не заедет. Как и самокат. Понятно. Пара минут буквально остается у нас. Пару, наверное, политических вопросов хотелось бы все-таки затронуть. Ну, я бы хотел еще порекламировать, что до 26 января зимние посещения за 3 евро. Да, да, зимние ночи и долго работает зоопарк. Котки закрыты, лыжные трассы закрыты, зоопарк открыт за 3 евро. И конкурс на редкое животное вы там объявляли, кстати, было такое? Или это в прошлом году было? По-моему, на страничке зоопарка я читал, что можно сфотографировать редкое животное. Да, это наши шакалы, которые очень скрывались в новой экспозиции, но скрывались от посетителей, они это и продолжают делать. Понятно. То есть, экспозиция есть, но есть большая нора, в которой скрываются шакалы. Если кто может сфотографировать их, годовой абонемент семейный. Вот так вот. Неплохая акция. А то, что происходит в Реческой Думе, вы как-то ощущаете на себе вот этот вот кризис, то, что называют сейчас выборы-перевыборы? Ну, естественно. Ну, естественно, зоопарк не может планировать свою работу, если у нас нет бюджета. Бюджета нет, пока нет стабильности в Реческой Думе. Но это все взаимосвязано. А вы сами как смотрите на это все, что происходит? Есть ли у вас мнения? С ожиданием. Я жду с ожиданием. Я думаю, что в любом предприятии нестабильность – это самый главный враг. Ну, на данный момент тоже, но нестабильность в Реческой Думе – это нестабильность в зоопарке. Я не знаю, какой будет бюджет этого года, но я уже этот год должен планировать. А в прошлом сентябре вам выпало неприятный, может быть, вам был, конечно, неприятный опыт общения с сотрудниками антикоррупционного бюро. Эта история имела какое-то продолжение в итоге? Или разговор прошел и все? Ну, если смотреть на то, насколько небыстро работают наши следственные органы, то это была единственная встреча с коррупционными инспекторами. Да, и, ну, мне это жить не мешает на данный момент. Не знаю, им было достаточно этой одной встречи со мной, стало все понятно. Может, они где-то через год объявятся опять, но я этого не боюсь. Спасибо большое. Ингмар Лидека был у нас сегодня в гостях. Спасибо вам большое. Удачи Рижскому зоопарку и до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok